Под одну гребенку с этого года предприниматели, реализующие алкоголь, должны платить лицензионный сбор. Одинаков он и для крупных супермаркетов, и для мелких магазинчиков. Последние, кстати, активно выражают свое недовольство по этому поводу. Однако этим все не закончилось. Штрафовать сейчас начали даже бизнесмены, в которые давно отошли от дел. Подробности у Антона Александрова. Почти 200 тысяч тенге в год должны платить все реализаторы алкоголя. Такой лицензионный сбор ввели с 1 января этого года. Сумма это ощутимо, говорят предприниматели. Потому как оборот у каждого магазина разный. К тому же за неуплату также предусмотрен штраф 150 МРП. Это почти 300 тысяч тенге. Мама занималась алкоголем в 2002 году, получала лицензию. В 2003 прекратила алкогольную деятельность. Забыла, что это такое. Под этот закон гребут, ну под одну гребенку получается. Мать уже не работает 13 лет в этой сфере. Вообще она находится на пенсии. Но ей сейчас нужно будет оплатить 150 МРП. По своей пенсии и штрафу. А суд? А суд, мы были в суде. Один из района мы как бы проиграли. Сдавать лицензию на реализацию алкоголя в далеком 2003-м закон не требовал. Зато теперь начислять лицензионный сбор будут ежегодно. Числится она в реестре, поэтому сбор начисляется, говорят специалисты госдоходов. Подобных проблемных вопросов только в Караганде порядка 500, говорят предприниматели. По Казахстану недовольных этой нормы насчитывается около 14 тысяч, утверждают бизнесмены. Все они пытаются оспорить штрафы в суде, но выиграть его не получается. Проблема имеет место быть. Во-первых, огромные штрафы. Мы все это прекрасно понимаем. В несоответствии в определенной степени можно согласиться, что действительно либо крупные субъекты предпринимаются, то есть в данной ситуации торговые центры, либо маленький магазин платит одинаковый сбор. Но этот вопрос должен регулироваться непосредственно на законодательном уровне. Мы сейчас с вами, что вы, что мы, просто исполнители вступивших законы сил этих законодательных актов. Казусов много, говорят в ассоциации предпринимателей. Татьяна Олейник оплатила этот лицензионный сбор еще в конце прошлого года, однако тоже получила штраф за просрочку. В итоге 4 месяца потратила на бумажную переписку с госорганами и пока ничего не доказала. Допросы ввесного предпринимателя, она увидев непосредственно, что эта норма есть, надо оплачивать, она берет и лицензионный сбор проплачивает 30 декабря, то есть заранее. То, что не запрещено законом, все разрешено. Есть такой принцип, да? Но ей говорят, уважаемые, вы данный этот лицензионный сбор оплатили незаконно. То, что якобы эта норма вступает в законы ВСУ в 1 января 2015 года, теперь, мол, надо заново оплатить. Пока не изменится ситуация на законодательном уровне, предприниматели так и будут получать штрафы. Единственный выход, говорят прокуроры, сдать лицензии, если не занимаетесь реализацией алкоголя. Однако уже полученные начисления придется оплатить. Между тем, Казахстанская ассоциация предпринимателей по этому поводу готовит обращение в Генеральную прокуратуру и президенту. Бизнесмены уверены, что от этой статьи Налогового кодекса малый бизнес только пострадает.